Я хочу представить сегодня нашу гостью Кэтрин Харрис Рык. Она пианистка. Несмотря на молодость, ее концертирующий стаж очень объемный, высокий. Она, кроме того, лауреат многих конкурсов. И победитель соревнований, конкурсов Рахманинова в Новгороде, в России, международного конкурса пианистов в Сан-Хосе, Калифорния. Кэтрин очень много играла в разных странах, таких как Украина, Белоруссия, Канада, естественно, Соединенные Штаты, Польша, Франция. Еще где? Не помню. Ну, хорошо. Расскажи нам, пожалуйста, где ты сложилась, кто были твоими учителями? Ну, я начала играть в России. И когда мы приехали в Америку, я начала учиться в Лос-Анджелесе, в маленьком университете, Азуса-Пасифик Университет. Потом, через три года я переехала в Южную Каролину, и там я училась с педагогом Мариной Ламазов в Университете в Сан-Каролине. Потом мы переехали, я переехала в Мэриленд, штат Мэриленд, и там я училась в Peabody Conservatory на мастерзе, и сейчас я заканчиваю докторат там. У меня там педагог Александр Штархман. Это русский языкант, да? Да, он из Московской консерватории, сын Наума Штархмана. А кто еще были твоими учителями здесь, в Америке? Здесь, в Америке. Я один год проучилась с профессором Скотт Прайс, тоже в Южной Каролине, и еще Ружа Йодер в Лос-Анджелесе была моим педагогом. В России, в Санкт-Петербурге, да? Да, мы жили семьей четыре года в Петербурге, там я училась в Среднеохтинском центре, и училась там у Натальи Борисовны Резник. Она прекрасный педагог, и там четыре года учились. Там вообще курс обучения четырехгодичный, да? Ну, как бы да, но я начала сначала в музыкальной школе, а потом перешла в лицей. Там я закончила, по-моему, с восьмого до десятого класса. И да, и у нас там музыкальная история, там литература, теорию, гармонию, хор, все как положено. Понятно. У Кэтрин очень большой репертуар. Она, кроме того, что играет как солист, она еще и выступала с оркестрами, в ортепианы концерты. Если ты расскажешь поподробнее. Да, я играла с несколькими оркестрами в Южной Каролине, в Лос-Энджелесе, и в Польше я играла. И уже не помню, где все играла. Но сейчас я немножко сконцентрировалась на камерную музыку. У меня тут трио, называется русское трио. Для американцев это особенность, поэтому мы так назывались. Да. Я слышала, что вы победили на каком-то конкурсе в прошлом году или в этом? Оба. В прошлом году мы победили Чесапик Чембер Мюзик Компетишн. Это в Мэриланде. А вот только несколько недель назад мы победили, называется, Колмен Чембер Мюзик Компетишн в Лос-Энджелесе. Ага. Ну что ж, я поздравляю вас. Ну, подробнее расскажи, кто в этом трио, кроме тебя. Да, у меня скрипач Никита Борисевич. Он из Перм, город Перм. Но они... Он потом поехал в Москву, там закончил училище и потом консерваторию. А вот велончелист у нас Дмитрий Волков переехал из Тольятти, тоже учился с Никитой в Московской консерватории, в училище. Все это закончил и переехал в Пит-Бои консерваторию для артист-типлом в игре. Это у нас самая высокая исполнительская программа. И я с Дмитрием Волковым начала играть где-то два года назад, как дуэт. Ага. И потом, год после этого, Никита к нам присоединился, и мы сформировали прио. КОНЕЦ И очень хороший концертный сезон у нас был в этом году. Мы везде играли, и в этом году мы поехали тоже играть в Кеннеди-центр в Вашингтон, Ди-Си. Это... Там есть концертная серия, называется «Консервитой проект». И они приглашают из всех главных консерваторий одна или несколько группов. Это очень престижное мероприятие, да? Ну да. И вот в этом году Пип-Бои решил, чтобы не разных группов посылать, а только вот одного. И вот нас выбрали в этом году. Вот. И мы там концерт сыграли. А что Вы играете? Какой у Вас репертуар в этом Russian Trio? Да. В этом году мы сконцентрировались на Трио Гайдена, до-мажорная, с по-моему, 43-й. И Трио Шостаковича, вторая, ми-минорная. Трио Брамза, Си-мажорная, опусть номер 8. И Трио Мендельсона, тро-минорная. Вот. Кроме Мендельсона я всё это слышала. И я должна сказать, это впечатляюще. Спасибо. Невероятная экспрессия. Спасибо. И, между прочим, писали отзывы о том, что это очень блестящий ансамбль. Ну, мои партнёры, они прекрасные музыканты, поэтому я очень рада с ними играть. У меня к тебе такой вопрос. Ты участвовала во многих конкурсах, конкурс пианистов, да? И ты получила, была лауреатом этих конкурсов. Я могу перечислить здесь, начиная с 1998 года. По-моему, тут 20 конкурсов. Это правда? Я не пересчитала, но где-то так, да. Ага. И каково же было участвовать в этих конкурсах? То есть, ты готовилась, предположим, к какому-то конкурсу. Ты готовишься в течение какого времени? Ну, если очень большой такой конкурс, тогда в течение где-то года. Года. Ну, смотря какой конкурс. Там есть ещё поменьше какие-то конкурсы, есть большие. А кто репертуар составляет для... Ну, когда я была помладше, мой педагог очень часто. А теперь ты сама выбираешь. Сейчас я почти всё сама выбираю. И что ты предпочитаешь? Я очень люблю русскую музыку играть. Я... В докторат мы должны выбирать какую-то тему особенную. А я выбирала Рахманинова. И... Рахманинова концерты. И концерты. И... Ну, да. И я сейчас очень влюбилась в Шостаковича. Ага. Мы как трио его играем. И это, по-моему, самая лучшая музыка вообще в 20 веке. Да. У тебя прекрасный русский язык. Спасибо. Я должна тебя похвалить. Ты вот сколько лет уже вне России? Уже семь лет. То есть... Нет, восемь лет. Не забываешь. То есть... Даже общаясь со своими инструменталистами, с Димой... Это очень помогает. Да. То, что я могу с ними репетировать всё по-русски. И у меня вот уроки с Александром Штархманом тоже всё по-русски. Тоже по-русски. И это очень помогает. Но так я уже забываю много. Да нет, я бы не сказала. Очень хороший язык. А теперь я хочу преподнести сюрприз. Ты догадываешься, что это за сюрприз? Высшая школа музыки в Якутии, которую ещё называли одно время канадская деревня. И вот Кэтрин начала свой путь музыканта и хорошего, крепкого музыканта. Именно там, в высшей школе музыки в Якутске. Я прочитала в твоей биографии, что ты называешь Якутск родным городом. Как это понимать? Ну, это я с большим трудом выясняла для себя, каким городом выбирать. Потому что я очень много мест жила. Я родилась в Канаде. Потом по всему Америку мои родители ездили. И тоже в Россию. Мы в Петербурге 4 года, в Хабаровске начали. Но всё-таки моё музыкальное образование началось в Якутске. Сколько тебе было лет? Мне было 6 лет, когда я начала. Сначала с мамой. У меня мама преподает по фортепиано. Мы 6 месяцев вместе занимались. И потом она меня отослала в канадскую деревню. И я там 6 лет проучилась. И я считаю, вот это образование, вот моя основа как музыкант. Это было круглосуточные дни по музыкальной литературе, по сальфеджио, по теорию. И такого образования здесь просто не получать. Ты уверена? Я уверена, я уже здесь сколько, 8 лет. И я до сих пор такого школы не видела здесь, в Америке. Которая бы так интенсивно работала и вот такие высокие стандарты бы повышала. Я очень рада это слышать. А кто был первый учитель в этой высшей школе музыки? Я начала играть с Валентиной Афанасьевной Ларионовой. Вот все 6 лет с ней проучилась. То есть она вложила в тебя стержень? Да. Да. Замечательно. А может быть кого-то еще помнишь из учителей? Я помню Елену Афанасьевну и Веру Ивановну. Ага, Вера Ивановна это Берестова. Да. А Елена Афанасьевна это Татаринова, да? Татаринова, да. Дело в том, что я где-то года полтора перед отъездом в Америку работала в канадской деревне воспитательницей. А-а-а. Да. И как-то раз я прихожу в главный корпус и мне говорят, приехали американцы. Ну я, значит, американцы, уже готовились к отъезду, было как-то любопытно. И вдруг вижу маленькая девочка выбегает, бегом вдоль коридора в зал, и мне шепотом говорят, вот это вот Американцы. Единственное, да? И вот тогда, значит, мы пересеклись, но не познакомились. И вот наконец можно... Наконец-то мы пересеклись. Наконец-то мы встретились и познакомились. Это же очень тяжелая жизнь в Якутске зимой. Зимой очень холодно, летом очень жарко, комары, пыль. Как вы все это пережили? Ну, я не сравниваю вот мое детство с каким другим мог бы быть в другом месте, поэтому я не знаю, как это сказать, но мне это очень нравилось. Вот такого унты носить, шубы, мне это все нравилось, поэтому я... После Калифорнии. Ну, да, после Лос-Анджелеса, это... Нет, конечно, я сейчас рада, что я здесь живу, но я это с любовью вспоминаю. Да. Кэтрин выиграла свой первый конкурс как пианистка 8 лет, и ей был присужден приз. Очень интересная статуэтка. Она очень тяжелая. Вот для сравнения я хотела бы сказать, что в Америке делают пластмассовые призы. А это сделано, по-моему, это медь, медная что-то. Да. Да. Это значит что? Это хамус, это стерх, это символы Якутии. И что-то тут написано. Да, это значит 2000 год. Вот. Написано в основании высшая школа музыки республики Саха. Вот такой приз получила Кэтрин Харрис Рык. Это начало ее карьеры. Я должна сказать, что я посмотрела весь список твоего репертуара. Как я уже говорила, там много западноевропейской классики, русской классики. Но там я не обнаружила якутской музыки. Это очень плохо. Да, это надо восполнить. Так вот, я хотела бы тебе подарить принт «25 прелюдий для фортепиано Гранта Григоряна. Размышления на берегах Лены». Предисловие и редакцию этого сборника сделал Эдуард Ефимович Алексеев. Ну, я несколько слов скажу про, кто такой Григорян. Ну, его все в республике Якутия хорошо знают, потому что он считается якутским композитором, хотя он армянин из Азербайджана, выходец из Азербайджана. Я думаю, что вот с этого момента начнется твой интерес к родной музыке. Раз уж Якутск твой родной город, значит, и музыка якутская тоже должна быть тебе родной. С одной стороны. Но помимо Гранта Григоряна в Якутске масса других композиторов. И я думаю, ты постараешься найти того же... Постараюсь. Скажем, Степанова. Есть такой композитор очень интересный. И сейчас молодые композиторы появились. Ну, в общем, я думаю, для начала... Может быть, я сыграю? Да, я думаю, что надо попробовать. Попробуйте снижать, вот, почитай. Попробуйте снижать, вот, почитай. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Это, надо сказать, было прочитано с листа только что. Это говорит о высоком профессионализме пианистки Кэтрин Харрис Рык. Спасибо вам большое. До встречи. Попробуйте снижать.